Доброе добречко! Мы уже пробудились, насытились энергией, конечно же, позитивом и готовы разделить эти эмоции вместе с вами. А с вами сегодня в эфире Дмитрий Попов, Алиса Троян. И сегодня уже 11 апреля, неделя близится к закату, так что не упустите возможность реализовать все, что вы запланировали. Да, сегодня очень важный день, о котором мы вам совсем попозже расскажем. Но сейчас самое время перейти, кстати, в новостейный раздел нашей студии и рассказать о том, что же подготовили наши корреспонденты. Дело в том, что пришли новости с Украины, как бы это неожиданно ни прозвучало. Там же прошли недавно совсем первый этап выборов, и вот они готовят очень странные меры. На Украине принимают на вооружение новые ракеты «Нептун». Советник Петра Порошенко резко завоил о их готовности преодолеть 300 километров от Одесской области до Севастопольской бухты. Такой пиар перед вторым туром выборов. А вооруженным силам России есть чем ответить в случае агрессии. Почему лучше не трогать ворчуна, за которым непременно последует триумф? Репортаж Артема Артеменко. Чтобы привести эту огромную машину в боевое положение, понадобится меньше пяти минут, и установка готова поражать цель. Самый современный и лучший зенитно-ракетный комплекс в мире по нашему триумфу. На западе же его поразвали «Ворчун». Вы только посмотрите на мощь пусковых установок. Когда четыре ракеты устремляются в небо, дух завораживает. Команда «Пуск» поступает из машины управления мозга комплекса. Внутри многое еще до сих пор засекречено. С-400 «Триумф» способен обнаруживать противника на дальних подступах. Может сопровождать одновременно несколько целей, а в случае угрозы – ликвидировать. С-400 «Триумф» Чтобы противник не обнаружил позиции, военные идут на хитрость. Даже если противник надумает провести массированный ракетный удар по позициям С-400, уничтожить «Триумф» вряд ли удастся. Даже у самой грозной техники, такой как С-400, есть свой защитник. Знакомьтесь, охранник «Триумфа» «Панцирь-С». Он может работать по самым низколетящим целям. Даже на ходу скорость реакции составляет от 4 до 6 секунд. Во второе воскресенье апреля в России отмечают День войск противовоздушной обороны. Страна должна знать своих героев в лицо. Александр Бекиров 20 лет служит в ПВО. В праздники чаще бывает на службе, чем за столом с родными. Праздник хоть раз отмечали дома? Участвовал в 2015, 2016, 2014 году в парадах. Поэтому на праздники обычно грандиозные не получается. Они называют себя защитники крымского неба. Круглосуточно и без выходных обеспечивают противоракетный зонд безопасности. Самыми могущественными чувствовать себя не стоит. Постоянная техника находится на дежурстве. Мы можем оценивать в режиме онлайн ее работоспособность и готовность к применению. Угрозы из Киева люди в форме воспринимают спокойно и по-военному. Ответ такой, ну пусть попробуют. Потому что реально наше предназначение в защите краснодонименный Черновский флот и объекты обороны, которые располагаются на территории Крыма. Статистически защищаемых объектов говорить мы об этом не можем. А реально охрана и оборона непосредственно объектов Республики Крым обеспечена с собой достаточно. Сегодня зенитно-ракетный полк успешно отразил удар условного противника. Оперативно сменили стартовые и огневые позиции, поразили все цели. Это были учения, но скорость выполнения, спокойствие и дисциплина подразделений как в бою. И это гарантия тотального превосходства, крымского триумфа в небе над полуостровом. Артем Артеменко, Александр Смычек. Новости 24. Севастополь. Тайны Солнца. Ученые Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарайском районе приступили к модернизации одного из крупнейших в Европе телескопов. В последний раз этот аппарат обновляли 40 лет назад. Теперь за счет гранта Российского научного фонда в 18 миллионов рублей оборудование получит вторую жизнь. Елена Байрамова узнала, что привнесет в астрономию и жизнь современный формат исследований галактики. Загадки небесных светил. Если заглянуть в этот мир через телескоп, да еще и таких размеров, можно узнать много астрономических тайн. С башней высотой 25 метров лучи попадают на главное зеркало. Которая строит изображение Солнца в главном фокусе. Сегодня на Солнце есть пятно, которое с восточной стороны недавно появилось и несколько пор маленьких. Через аппарат, созданный в 1955 году, одновременно можно наблюдать около 700 километров солнечной поверхности. Александр Куценко пять лет трудится в Крымской астрофизической обсерватории. Мечтает сделать и запустить космический аппарат. А пока вместе с коллегами работает над модернизацией одного из крупнейших в Европе телескопов. Все это время магнитное поле изучали на этом старом оборудовании. Через него луч проходит долгий путь. Через щель отражается он там от зеркал, попадает сюда на дифракционную решетку. Уже спектр после решетки опять отправляется туда на зеркало, на камерное, сюда на еще одно зеркало. И там строится изображение. Полученный сигнал по проводам передают сюда. Расшифровка хранится на фотопленках или таких самописцах. Солнечный спектр попадает в этот магнитограф на лампах. Своё он уже отслужил. Ему более 70 лет. И в скором времени всю эту огромную систему заменит этот маленький блок. Электроника и программное обеспечение – дело рук Александра Куценко. Оптикой занимается Валерий Теребиш. Двое ученых соединяют и тестируют аппарат на месте. Обновление телескопа проводится за счет гранта Российского научного фонда в 18 миллионов рублей. Модернизация позволит посмотреть на Солнце под другим углом. Это измерение магнитных полей на нескольких уровнях в атмосфере Солнца. Это мало кто может делать, но это важно для физики вспышек и выбросов массы Солнца, которые влияют на Землю. А также на климат, навигацию самолетов в аэропортах, работу телевизоров и качество связи. Новый прибор будет состоять из этого спектрографа, сверхчувствительной матрицы, специальной решетки для разложения видимого света Солнца на линии. Модернизация телескопа последний раз проводилась в 1974 году. Тогда изменили высоту башни с 15 до 25 метров. Это позволило сделать открытие мирового уровня. Открыты 160-минутные пульсации Солнца. На базе именно этих исследований появилась новая наука, гелиосейсмология, которая очень стремительно развивается в наши дни. Все работы планируют завершить к началу нового солнечного цикла в 2022 году. Это поможет спрогнозировать изменение климата и даже узнать, наступит ли на Земле малый ледниковый период. Елена Байрамова, Иван Евдокимов. Новости 24. Бахчисарайский район. Кстати, совсем недавно ученые сделали фотографию, первую в мире фотографии черной дыры. Выглядит она, конечно, не так эффектно, потому что до этого были схемы, и люди имели представление о том, что это такое. Но теперь у нас есть прямое доказательство, и фотографии можно найти легко в интернете. Правда, не всегда достижения ученых используют по благо. Допустим, люди, которые занимаются изготовлением биоактивных добавок, решили немножко схитрить и называют их так же, как и медицинские препараты. Конечно же, Роспотребнадзор уже обратил на это внимание и сказал такому быть не положено. Поэтому биоактивные добавки, которые названия такие же, как и медицинские, планируют изымать из аптек, и не только, и также обратят внимание на их качество. И уже эксперты отмечают, что около 20% БАДов все же с полок уберут. Действительно, я совсем недавно только узнала, что, оказывается, витамины тоже биологически активные добавки, и действительно, они не являются лекарствами, поэтому об этом нужно предупреждать заранее. Но сейчас, я думаю, самое время нам узнать, о чем же интересном общаются наши коллеги на студии Радио Крым. В студии Радио Крым. Сейчас связь прямая с нашими коллегами с утра. Доброе утро, собственно. Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Какие темы поднимаем? Мы сегодня говорим на одну большую тему. Сегодня годовщина принятия Конституции Республики Крым. У нас здесь отцы-создатели этого документа, и мы вспоминаем те события, говорим, чем Конституция Российская отличалась от всех нормативных актов, которые принимались раньше. Почему это настолько важен для Крыма, важен этот документ, и что нам дает, какие права этот самый важный, пожалуй, для Республики документ. Мы также планируем расширить эту тему и поговорить о том, какие мероприятия у нас будут проходить в Республике, кто в них будет принимать участие, молодежь, где можно будет бесплатно получить себе Конституцию. Так что, если наши слушатели и зрители смотрят, то, конечно же, это все они узнают. Спасибо большое. Удачи. И вам хорошего эфира. Спасибо. Ну что ж, а теперь самое время все-таки, наверное, узнать о том, какой же будет погода сегодня на полуострове. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Сегодня также мы напоминаем еще раз, что сегодня день Конституции. Мы еще об этом с вами поговорим. Ну а также сегодня очень важная дата для Крыма, потому что я напоминаю, что с 8 апреля началось освобождение Крыма, а сегодня, в этот день в истории, 75 лет назад, был освобожден Джанко и Керчен. Об этом мы тоже расскажем подробнее. Пока что также заново напомним, какие же события происходили в этот день в истории. 11 апреля 1111 года император Священной Римской империи Генрих V похищает папу Римского Пасхалия II. Причиной такого поступка стал отказ от коронования. В результате суверен силой вынудил у папы признание за коронное право инвеституры, ровно как и обещание никогда не отлучать его от церкви. 11 апреля 1775 года был исполнен последний приговор в охоте на ведьм в Германии. Первой страной, которая отказалась от уголовного преследования людей, объединенных в колдовстве, стала Великобритания в 1735 году, а последней – Испания в 1820. 11 апреля 1814 года договором Фонтебло заканчивается война Шестой коалиции, вследствие чего Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправляется в изгнание на Эльбу. На острове император активно занялся развитием экономики, рассчитывая на деньги, положенные ему в соответствии с условиями договора. Однако финансирование так и не поступило. 11 апреля 1868 года в Японии был упразднен Сегунат – государственный строй, при котором верховная власть принадлежала Сегуну, дословно командующему. Исторически власть принадлежала одному императорскому клану, но чтобы удержать ее, было необходимо объединяться с другими крупными родами. Лидеру такого клана и делегировался титул Сегун. 11 апреля 1944 года Керчь и Джанкой были успешно освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в честь этих событий в городах проводится ряд торжественных мероприятий. 11 апреля 1961 года Боб Дилан дебютировал на сцене одного из клубов в Нью-Йорке. Впоследствии музыкант-композитор, актер и художник был назван голосом поколения и одной из ключевых фигур в истории мировой поп-музыки. 11 апреля 1970 года Аполлон-13 был запущен на Луну. Во время полета на борту произошла авария и несколько взрывов, в результате чего началась утечка кислорода. Чтобы сохранить жизнь астронавтам, было принято решение об их возвращении на Землю. 17 апреля модуль упал в Тихом океане. А вот в том, что крымчане любят и ценят свою историю, сомнений нет. Потому что сейчас они активно занимаются благоустройством памятников и территорий, которые связаны с событием Второй Великой Отечественной войны. Да, и дело в том, что мало того, что проходят массовые субботники по уборке, так еще и прошли в сквере Победы, например, комплекс по подготовке к торжеству. Выполнена покраска скамеек ограждения урн, произведена мойка монумента танка Т-34, высажены цветы. По словам главы администрации крымской столицы, Наталья Маленко, так должно быть всегда. И не только в подготовке к этому праздникам, а эти памятники всегда должны быть в таком состоянии. Что особенно радует, что в подобных мероприятиях принимало большое количество крымчан. Это были субботники, 2500 человек подключились к этим мероприятиям, делали это они безвозмездно. Конечно же, с любовью к родному городу и с любовью к тем людям, которые много для нас совершили. А как раз таки на эту тему наш следующий материал. Вот командир эскадрильи, а вот я, это студент техникум. Братья в армии служили, приходили и пилотку дали. Я с удовольствием вот эту пилотку носил. А это я уже курсант военно-весеного училища. В 1943 году, после окончания летного училища, 18-летним парнем Федор Лаврентьевич Гаврилов попадает на фронт. Свой первый боевой вылет он не забудет никогда. Под Москвой там, под бомбить немцев. Нужно было, чтобы авиация помогла пехоте разбить наступающих немцев. И когда мы тут полетели, взлетели, и один наш товарищ, я уже не помню, как мы говорим, посыпался самолет, и он тут упал и загорел. Бомбы стали рваться, пушки стрелять. Вот такой кошмар у нас. Это у меня такое первое посчитание. Я пацан и вижу впервые. Федор Гаврилов служил радийным летчиком на штурмовике Ил-2. Не раз его самолет пытались сбить из земли и с воздуха. Но каждый раз, отбомбившись по пехоте и танкам врага, экипаж возвращался на базу. А один раз ему даже удалось уничтожить вражеский истребитель. Ил-2. Машина очень грустная. Бомбовая нагрузка была 600 килограмм. Помимо двух пушек еще два пулемета «ШКАС». Там по 1500 выстрелов. Помимо этого были у нас ракеты. Это личный состав 188-го гвардейского штурмового полка. В живых из них сейчас остался только Федор Гаврилов. Свою первую награду «Орден Красной Звезды» он получил в 1944 году. Вдвоем с младшим лейтенантом Иваном Григорьевичем Банных они прошли через Курскую дугу Сталинградскую битву и приняли участие в операции по освобождению Крыма. После Сталинграда помогали своим войскам. Бомбили Сапунь-гору и помогли нашим наземным войскам быстро освоить свои рубежи и столкнуть немцев в море. После окончания Великой Отечественной войны его тут же пригласили на парад. Подготовка была серьезной, маршировать учились по ночам. Федор Гаврилов еще не раз возвращался на Красную площадь, а к 70-летию Великой Победы даже лично встречался с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас ветеран по возможности общается с молодежью, рассказывает военные истории и учит главному. Детям говоришь, что было, как оно должно быть. Вы должны быть порядочными людьми. В свои 95 лет Федор Гаврилов помнит все фамилии своих сослуживцев и командиров. Без запинки может назвать даты и события. И обязательно хотя бы раз в месяц приходит сюда, к Вечному огню, чтобы почтить память погибших однополчан. Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев. Утро нового дня. А смеюсь предположить, что если бы все помнили историю той поры, то, конечно же, нынешних конфликтов не было и воду в Крым бы сейчас никто не перекрывал. Но ученые занимаются тем вопросом, как бы его решить и предлагают, чтобы построили в Крыму морские приснительные станции. Правда, для того, чтобы они могли работать, необходимо будет энергии в два раза больше, чем сейчас есть в Крыму. Поэтому они наставят на том, что можно как-то использовать энергию воздуха. Вот так вот. А вот проблем с бензином в Крыму нету и никогда больше не будет. С чем это связано? Связано это с тем, что как раз такие поставки происходят стабильно с материковой части. И поговорим о ценах на топливо. Итак, сейчас газ стоит 27 рублей 98 копеек. Дизельное топливо 51 рубль 32 копейки. Самый дешевый бензин 92-й 47 рублей 21 копейку. 95-й 50 рублей 42 копейки и 98-й сохранил свою позицию 56 рублей 59 копеек. Что же касается цены на курс валют, то там она не так уверенно себя чувствует, как тот же самый дорогой бензин. Итак, отметим. Доллар сейчас стоит 64 копейки, 73, точнее 64 рубля 73 копейки. И он уже вырос в цене, а вот евро теряет свою позицию. И сейчас стоит 72 рубля 94 копейки. Вот так вот. То есть, конечно же, валюты ведут себя по-разному. Даже некоторые падают, в отличие от нашего топлива. Ну, а еще в отличие от нашей грамотности. Потому что совсем скоро, 13 апреля, пройдет международная акция «Тотальный диктант 2019». В Симферополе он состоится на 10 площадках. Будет даже запущен специальный троллейбус, которым можно будет написать тест. На сегодняшний день уже прошли регистрацию 100 человек. В то же время в городе будут функционировать открытые площадки, на которые регистрироваться не надо. Поэтому, если вдруг вы хотите проверить свой уровень знаний, потому что это действительно интересно, то я вам советую. А я напомню, что как раз-таки вот эта акция начала действовать еще в 2004 году. И когда она впервые прошла, там проводили диктант на тему «Война и мир», точнее, отрывок. Из Толстого, да. Лев Николаевич Толстой. Вот это часть из этого произведения. И с той поры, конечно же, все набирало, он набирал большую популярность. Ну, а в этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель и литературовед Павел Басинский. И поэтому у вас есть шанс, может быть, сейчас быстренько прошерстить всю эту литературу, для того, чтобы показать самые лучшие результаты этого тестирования. Ну, а сейчас нужно узнать о том, какие же мероприятия проходят в Крыму именно сегодня. Сегодня в Театре имени Горького премьера. Комедия Валентина Красногорова «Запретное желание». Пьеса эпатирующая и провокационная. История о стереотипных представлениях об общественной и частной жизни. Герои появляются и исчезают неожиданно для зрителя. Начало в 19.00, возрастное ограничение 18+. Также в этот день смешные истории. Спектакль поставлен по чеховским водевилям «Медведь», «Юбилей» и «Предложение». Под видом веселья скрывается желание уйти от одиночества. Гениальность произведения Чехова в легкой и непринужденной подаче абсурдности человеческих взаимоотношений. Пусть зритель посмеется, а потом о многом задумается, говорит режиссер-постановщик. Начало в 19.00. На сцене Государственного академического музыкального театра лирическая комедия «Заложники любви». Роль главного героя, американца, исполняет Александр Панкратов-Черный. По сюжету его отправляют в Россию, где он знакомится вдовой. В тот момент, когда влюбленные решают пожениться, к ним внезапно приходят их покойные супруги. Американская феминистка и русский балагуры-пьяница Гришаня. Веселая и трогательная комедия о любви, нежности и верности. Начало в 19.00. Также сегодня в Крымском киномедиа-центре открытие фестиваля кино «Крымдок». Главная цель мероприятия – показ лучших произведений документального кинематографа и привлечения зрителей разных возрастов. Фестиваль продлится до 15.00 апреля. Начало в 18.30. В кинотеатрах в этот день премьера. Семейная фэнтези «Домовой». История начинается после того, как в необычный дом заезжает семья. До этого в этой квартире не задержался ни один жилец. Из-за домового, который обиделся на человечество и творит всевозможные гадости. Все меняется, когда ему бросает вызов злая колдунья. Сеансы вы можете выбрать самостоятельно. Ну что ж, а сегодня День Конституции Крыма. И поэтому мы с удовольствием поздравляем вас, крымчане, с этим днем. И хотим напомнить, что сегодня во многих библиотеках пройдут акции, посвященные этому мероприятию. И для деток будут рассказывать какие-то основные моменты о том, почему так важна и нужна наша Конституция. Причем не только в библиотеках, но также и в школах, и других интернатах, и учебных заведениях. Кроме того, пройдут мероприятия торжественные и в Госсовете Республики. Это пройдет в один часов в это же время, в один часов на перекрестке улицы Пушкина. В общем, на крестах, чтобы людям проще понять, можно будет прийти и получить бесплатно Конституцию, чтобы ее изучить. Я думаю, даже наверняка в это время там будут снимать сюжеты корреспонденты и будут вас спрашивать, а что вы знаете из Конституции. Так что подготовьте ответы и можете приходить смело и участвовать в подобных акциях. Также в районах и городах будут тетрализованы представления и другие программы, связанные с этим праздником. Ну а наш корреспондент уже подготовил материал на эту тему и готова сейчас его показать вам. Этот день на полуострове назвали историческим. Крым получил свою Конституцию. За принятие документа проголосовали все присутствующие в зале депутаты. 88 за и ни одного против. Парламентарии встретили это решение стоя. Овации утихли только, когда зазвучал гимн России, а следом и Крыма. 11 апреля на полуострове отмечают День Конституции Республики Крым. И уже на следующий день, 12 апреля 2014 года, документ вступил в силу. Крым пять лет как демократическое правовое государство в составе России. Но тогда, весной 2014-го, нужно было на законодательном уровне завершить интеграцию региона. Над созданием главного документа Республики день и ночь работали лучшие специалисты страны. В итоге Конституция была составлена в полном соответствии с международным правом и законодательством Российской Федерации. События Крымской весны разворачивались стремительно. Следовательно, на написание главного документа Республики времени было катастрофически мало. Работа над Конституцией длилась три недели. Фактически она завершилась за три часа до ее принятия. Не спали и в типографии газете приходилось не раз запускать печатные станки. Тиражи Конституции расходились в считанные дни. Впрочем, и сегодня, спустя пять лет, вот основных законов Крыма пользуются спросом. Ведь в нем есть все, что необходимо для жизнедеятельности демократического государства. Источник власти — народ. Жители Крыма получили права, о которых раньше могли только мечтать. Так, государственными признаны сразу три языка. Русский, крымско-татарский и украинский. Для меня одним из ключевых показателей качества этого документа является то, что за пять лет у него не было внесено ни единой поправки. То есть наш документ оказался абсолютно жизнеспособным. Он доказал то, что он соответствует полностью той общественно-политической ситуации, которой оказался Крым после воссоединения с Россией. И утвердил статус Крыма как полноправного субъекта Федерации. Десять глав и девяносто пять статей. Тут и государственное устройство, и основы управления, и, разумеется, права и свободы граждан. Некоторые крымчане о положениях Конституции знают, но большинство — нет. Впрочем, главное, что их интересы в этом документе защищены. Да, я свои права знаю. И обязанности тоже. Я как бы законопослушный гражданин. Я знаю, что в лучшую сторону конкретно. Конкретно. В прежней Конституции Республики, по сути, из гарантии автономности были только герб, флаг и гимн. Крымских депутатов даже лишили законодательной инициативы в Украинской Раде. Статья первого нового документа определяет. Республика Крым обладает всей полнотой государственной власти, но является неотъемлемой частью Российской Федерации. Ольга Литвиненко, Иван Ковалев, Анатолий Агеев. Утро нового дня. Да, помнится, когда мы еще лет пять назад готовили материалы на эту тему. И, разумеется, неоднократно отмечали, что у Крыма и нашей Республики появилось больше возможностей и больше полномочий и свободы. Ну а теперь скоро еще и появится новая техника, которая позволит изменить ремонт дорог, которая проистекает сейчас. Потому что совсем скоро придет новая техника, которая будет кардинально другая, чем та, что есть сейчас. И как отмечают как раз-таки городские власти наши, что эта техника позволит это делать более хороший, более качественный ремонт и быстро. Потому что она габаритами, разумеется, больше, но при этом старую технику не выкинут. Она будет занять и выполнять свои функции. Да, и напомним, что в этом году весенний ямочный ремонт уже начался в Симферополе в начале марта. Будем надеяться, что скоро о такой проблеме мы забудем. Потому что сейчас направляется очень много средств для того, чтобы мы забыли о том, что такое плохие дороги. Я думаю, чтобы наверняка еще совсем забыть про это, можно было бы увеличить и гарантийные сроки. Как некоторые шутят, было бы замечательно делать дорогу из пластмассы. Тогда уж точно все бы служило там тысячи лет, говорят. Потому что пластмасса плохо разлагается. Да, проблема мусора очень острая тоже стоит в нашем регионе. И поэтому мы хотим поговорить об этом с нашим гостем, который уже находится у нас в студии. А расскажет нам про это Александр Сюшко, директор Экограда. И он у нас уже в студии. Приветствую вас. Добрый день. Да, тема нашего разговора – это твердые бытовые отходы и их утилизация. Как происходит она сейчас и какие в будущем будут видоизменения? Ну, прежде всего, нужно сказать, что сегодня муниципальное монетарное предприятие «Коград» согласно договору с государственным монетарным предприятием «Крымэкоресурс» занимается сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов полигона Тургенева Белогорского района с муниципального образования города Симферополь. Значит, предприятие располагает специализированной техникой. Много ли техники сейчас хватает? Сегодня техники в достаточном количестве ежедневно задействуется на маршрутах порядка 30 единиц специализированной и вспомогательной техники. А вот техника наша, она трудится по утрам только или вечером тоже? Естественно, предприятие работает на сегодняшний день в круглосуточном режиме. То есть две смены и дневные маршруты, и ночью, вечером, поздно тоже занимаемся вывозом коммунальных отходов. Вот нарекания на работу приходят ли вам от граждан? Допустим, мы не согласны, что вы достаточно хорошо делаете. К сожалению, да, это имеет место. Ну, прежде всего, сегодня на предприятии происходит оптимизация и структуры, и графика маршрутов вывоза, потому что, учитывая вот эти все замечания, нарекания жителей, мы корректируем время вывоза или размещение дополнительных еще бункеров для вывоза крупногабаритного строительного мусора. Это объемом 7-8 кубических метров. Также 17-кубовые лодки есть у нас так называемые. На сегодняшний день порядка 70 лодок объемом 8 кубических метров дополнительно размещено по территории города. И 15-17-кубовых лодок. Александр Юрьевич, а вот мог бы уточнить, есть ли какие-то проблемы, которые создают сами люди? Вот что иногда для вас создает трудности, чтобы выполнять свою работу на отлично? Да, хотелось бы обратиться к жителям нашего города. В принципе, часть людей, которые недобросовестно исполняют отношения наши между ними, незначительная. Просьба, чтобы строительный крупногабаритный мусор размещался только в больших контейнерах, предназначенных для вывоза этого мусора. Просьба не складировать на контейнерных площадках, где размещены контейнера объемом 1 и 1, то есть зеленые, которые по гору мы видим, чтобы накопление на этих площадках не производилось. Сегодня на улице у нас весна, потепление значительное. Часть значительных жителей города занимается очисткой своих дворовых территорий, частных домовладений. Естественно, все ветки, обрезки, старая мебель, все это складируется на площадках для вывоза ТКО. Чего не стоило бы делать, для этого мы размещаем... А может какие-то штрафы предусмотрены? Штрафные санкции предусмотрены. Работает в городе департамент административно-технического контроля, который по нашим заявкам отслеживает. Частично по городу мы размещаем уже камеры видеонаблюдения. Ловили кого-то? Да, естественно, очень много. Если нам ЕБТД идет навстречу, мы даем данные о номерах автомобилей, они дают собственникам, владельцам этих автомобилей. Но, скажем так, это мера вынужденная и мера, которую можно было бы избежать в случае, если бы это все происходило более так цивилизованно, скажем. Есть возможность у людей заказать такие лодки, и мы готовы оказывать услугу и установить по необходимости. Если человек производит какие-то строительные работы, если производит обрезку деревьев у себя на участке, у него есть возможность заказать у нас контейнер для вывоза крупногабаритного мусора. Сколько стоит? Мусоры сегодня имеют место, присутствуют, но они, скажем, на сегодняшний день не такие значительные, потому что все это административный кодекс. Ну, то есть, если лодку заказывать, нужно собраться со всеми соседями и сказать, давайте мы сегодня, там, не сегодня, там, завтра соберем все мусор и все выкинем. Тогда с каждого по тысяче, в принципе, если 6 соседей, то нормально. Ну, проблема очень острая, потому что мы следим за социальными сетями, и там очень часто пользователи выкладывают, что люди, грузовики и мусора выбрасывают зачастую даже на природоохранных зонах. И, как бы, непонятно, как удается оттуда его потом извлекать, и какие меры, и как отслеживать, действительно, этих людей? Значит, предприятиям постоянно проводится мониторинг, да, и у нас есть дежурные бригады, которые отслеживают такие места накопления. Естественно, мы, с учетом поданных предложений сотрудниками, производим там дополнительную установку вот таких вот контейнеров. К сожалению, сегодня имеет место, ну, скажем, незначительное отсутствие контейнеров в связи с тем, что поломки происходят, иногда пожары поджигают. Люди, может, неумышленно, случайно, кто-то окурок бросил, контейнера сгорают. Поэтому, скажем, у нас количество значительное их повреждено на сегодня. Своими силами мы производим ремонт, восстанавливаем их, то, что возможно. Но есть, которые не подлежат, требуют замены. Поэтому недостаток вот в этих контейнерах мы учитываем, поэтому носим коррективы тоже в графике, в маршруты. На сегодняшний день некоторые точки, особенно мы понимаем, где идет накопление, мы уже производим два раза в сутки, а иногда и три. Сейчас вот есть такая всем понятная проблема с пробками. Как-то влияет ли это на работу вот ваших машин? К сожалению, да, очень влияет, потому что у нас специализированная техника имеет значительные размеры, не всегда есть возможность подъехать, поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы тоже обратиться к владельцам личного атотранспорта, не загромождать подъезды к площадкам, контейнерам, хотя бы в пределах 15 метров. Как часто такое бывает, что нет возможности убрать из-за того, что рядом машины, которые мешают проезду? Практически в каждой смене у нас на диспетчерскую службу поступает 10-15 заявок от водителей техники о том, что невозможно. Поэтому приходится диспетчеру корректировать в ручном режиме, и туда спецтехника приходит через 2-3 часа, когда освобождается. ГИБДД тоже на проезжих частях, где из-за громождения идет навстречу, приходится вызывать иногда эвакуатор, чтобы в машине... Ну, разумеется, чистота города в первую очередь зависит именно от сотрудников, от тех людей, да, там, от того же дворника, от того же водителя. Как, ну, заботитесь, чтобы их поощрять, как-то премии для них готовите? Для самых лучших, может, как-то стимулируете? Да, сегодня мы разрабатываем новое положение выплатив труда в связи с тем, что все-таки здесь нагрузки очень значительные, и у нас практически в каждом экипаже присутствуют водители, два грузчика, на некоторых экипажах один грузчик. Работа, скажем, трудоемкая, не очень, скажем, на сегодня такая популярная. Поэтому людей приходится как-то поощрять. Заработная плата, считаем, что у нас более-менее достойная у рабочих. Благодарим вас за ваши ответы и, разумеется, всех ваших сотрудников за их непростой труд. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, а мы как раз поговорим о насущных проблемах Крыма в нашей следующей рубрике «Крым онлайн». В Керчи произошло серьезное ДТП. Грузовик протаранил внедорожник. По предварительным данным водитель иномарки остановился на перекрестке, а вот следовавший за ним больший груз затормозить не успел. По другой версии, у крупногабаритного транспорта лопнуло колесо. Оба автомобилиста госпитализированы. А в Симферополе ДТП случилось прямо у входа в полицию. Обе машины получили значительные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Керчане забили тревогу из-за канализации. В самом центре города разлилась река из точных вод, что вызвало особое возмущение водителей, которым приходится снижать скорость из-за луж. Полиция вернула домой сбежавшего 11-летнего мальчика. Ребенок решил уйти после ссоры с бабушкой. Она запретила ему играть в компьютер и отобрала мобильный телефон. Не выдержав наказания, блудный внук уехал автостопом из Симферополя в Саки. Полсотни спортсменов собираются пересечь Керченский пролив. Заплыв станет самым массовым в истории акватории. Заявки уже подали из Великобритании и Испании. Во время акции движение судов останавливаться не будет. Заплыв состоится 1 июня. Крымчане смогут наблюдать первый звездопад весны и метеорный поток Лериды. Пик небесного шоу придется на 21, 22 и 23 апреля. Редким явлением лучше всего наслаждаться в безлюдных местах, где мало света. Да, я напомню, что кроме этого в Крыму уже начали собирать клубнику. Это говорит о том, что наконец-то уже начинается долгожданная весна, за ней фруктовый сезон. Сейчас, как говорят, уже собираются собрать 250 тонн клубники. При том, что в прошлом году, естественно, было результатов меньше. И совсем скоро, с 15 апреля, стартует наверняка уже продажа. И, возможно, будет уже лакомиться этим потрясающим даже... Это ягодой хотел бы звать. Ух, помнится мне, приезжаешь к бабуле в июле, а клубники уже нет. Поэтому самая классная клубника как раз-таки в начале лета. Она самая сочная и полезная. Но не торопитесь покупать как раз-таки самую такую клубнику, которая вот первая-первая вылетела. Потому что не факт, что она без каких-то там химических добавок, чтобы быстрее созрела. Вот у нас сейчас есть возможность лакомиться клубникой, радоваться солнцу, теплу. Потому что теплеет с каждым днем. А совсем недавно, 75 лет назад, все было по-другому. Не было особой радости. Это было очень тяжелое время. И давайте как раз-таки поговорим немножко об этом моменте. И сейчас у нас будут прочитаны стихи об этом очень сложном времени. Субтитры создавал DimaTorzok По дороге при фронтовой запоясан, как в строю, Шел боец в шинели новой. Догонял свой полк стрелковый роту первую свою. Вдруг сигнал за поворотом. Дверцу выбросил шофер. Говорит, садись, пехота. Щеки снегом бы натер. Далеко на фронт. Обратно. Руку вылечу. Понятно. Не герой. Пока места нет. Доставай тогда кесет. Грузовик гремит трехтонный. Вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, А с машиной стой и жди. Вот беда. Во всей колонне завалящей нет гармонии, А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, Трек в ладони. Слышит вдруг. Гармонь-то есть. Помниная снег зернистый, В переменку пляс, не пляс. Возле танка два танкиста Греют ноги про запас. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, Того, брат, нет. Ну, нельзя так уж нельзя. Я ведь сам понять умею. Я вторую, брат, войну. И ранения имею, И контузию одну. И ведь сами посудите. Может, завтра с места в бой. Знаешь, что, Сказал водитель, Ну, сыграй ты, Шут с тобой. И о той гармошке старой, Что стало с сиротой, Как-то вдруг Теплее стало На дороге фронтовой. От машин заиндевелых Шел народ, Как на огонь. И кому какое дело, Кто играет, Чья гармонь. Хоть бы что, Ребятам этим, С места, В воду и в огонь, Все, что может быть На свете, Хоть бы что. Гудит гармонь, Выговаривает чисто, До души Доносит звук. И сказали два танкиста Гармонисту. Знаешь, друг, Не знакомы ли мы с тобою? Не тебя ли это, брат? Что-то, помнится, Из боя доставляли мы В самбат. Вся в крови была одежда, И просил ты пить, Да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, Очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте, У тебя маршрут иной, Это точно. А гармонь-то, Знаешь что, Бери с собой, И с опушки отдаленной, Из-за тысячи колес, И с конца В конец колонны По машинам Донеслось. И опять Увалы, С горки, С снег До елки С двух сторон. Едет дальше Вася Теркин. Это был, Конечно, Он. Утром. 11 апреля 1944 года 63-й стрелковый корпус И 19-й танковый корпус Перешли в наступление. К 11-ти часам Отряд ворвался На северную окраину Города Джанкой. Как отмечают историки, Немцы к тому времени Уже сдавали позиции, Они не были уверены В своих силах, И к тому времени Провизии Им, конечно же, Не поступало, Патроны тоже не поступали, Они уже готовились К отступлению Минируя все территории И стараясь уничтожить Максимум продуктов И пленных. Так что Бегству они были Готовы заранее. Ну а что ж, Мы теперь передадим слово Артему Андроновскому, Который находится В городе Джанкой И готов нам рассказать О том, что же там происходит. Доброе утро, студия. Прямо сейчас Я нахожусь В городе Джанкой Посреди площади Ленина. Несмотря на то, Что утро по-настоящему Туманное И даже, я бы сказал, Свежее 7 градусов тепла, Скоро температура Поднимется. Но все-таки Обещаю дождь. Но даже Эта непогода, Хоть и легкая, Не помешает Гражданам и жителям Джанкуэ Отпраздновать Действительно Серьезный и великий праздник. 75-летие Со дня освобождения. Дело в том, Что, как было сказано Ранее, 11 апреля, Фактически в этот день Ровно 75 лет назад Танковый корпус, 19-й танковый корпус Освободил город После 893 лет Дней, Прошу прощения Окупации. Дело в том, Что оккупация Началась 31 октября 1941 года. Продлилась она Длительный срок. За это время, К сожалению, Много жизней Забрали Концелагеря. Много людей Были расстреляны В танковых рвах, А около 6 тысяч Джанкойцев Были отправлены На принудительные Работы в Германию. Но В 11 апреля Уже В 11 утра Вот такое Зеркальное Число Началось Наступление В 15.00 Советские войска Уже оказались В центре города А к 16 часам Битва Закончилась Чтобы отпраздновать Это знаменательное Событие В Джанкой Сегодня В 10 утра Будут Проведены Торжественные Митинги И возложение Цветов На памятные места О этих памятных Местах Я, пожалуй, Расскажу вам Подробнее В своем Следующем Включении И не только Расскажу Но и постараюсь Показать Более того Далее В час дня В Джанкой Пройдет Открытие Мемориальной Доски памяти Посвященной Героям Великой Отечественной Войны И в таком Праздничном Тепе В Джанкой Пройдут Еще Некоторые Мероприятия О которых Я расскажу Вам Дальнейшем Постараюсь Держать Вас В курсе И как Можно Подробнее Обсудить Это В следующем Включении Спасибо Студия Спасибо Большое Артем Действительно Очень полезная И важная Информация Будем С нетерпением Ждать Следующего Стрима Напомню Что Также Мы Переместимся В Керчь Потому что Там Будет Работать Наш Специальный Корреспондент Но Об этом Мы расскажем Позже Алиса Тебе не кажется Что чем больше У человека Появляется Свободы Какой-то Всей Дозволенности Тем больше Он чаще Совершает Ошибки Так и Есть Потому что Человек Потерялся И не знает Куда идти Знаешь Даже Это Можно Привести На примере Симферополя Что у нас В какое-то время Были там Запрещены Всякие Парады В которых Могли Принимать Участие Люди Которые Любят Таких же Как они То есть Представители ЛГБТ Сообществ И сейчас Вот эта тема Довольно Развернулась Но я думаю Если бы Кто-то И решился Такое Совершить Подобный Парад Симферополя Конечно же Ему Проходу Не дали А вот В Питере Даже Был Допустим Николай Работал Он За станком Около 40 лет И вот Решил Потом Аней Стать Ну разумеется Руководство Его уволило Сказало Нельзя Так Он полтора Года Судился И потом Отстоял Свои Права И выполнил Но ему Выплатили Компенсацию 2 миллиона Рублей Только Удивительно Как он Сменил Пол Потому что В принципе Мужик Который Работает За станком Много Не получает А чтобы Сделать Такую Операцию Говорят Волшебная Мысль Перевоплотиться Настолько Сильно Наверное Много Он лазил В интернете И в общем Натыкался На откровенно Бредовые Идеи Так что Не всегда Хорошо Когда у нас Есть так Много Свободы И вседозволенности Чтобы Наступить В очередную Информационную Гадость Возможно Именно поэтому Наши главные Героини Следующего Ролика Поступили Так или Иначе С этим Ламповым Назитером Давайте посмотрим Бабушки против телевизора Неожиданные разборки В московском дворике Непонятно Чем не угодило Сторожкам Ламповое устройство Но против него Они использовали Все самые страшные Оружия пенсионеров Пакет И палку В парижском аэропорту Больше не надо Переживать О парковочных местах Робот по имени Стэн Сам разберется С вашей машиной Пассажиру Нужно оставить Свой автомобиль В специальном боксе И указать Время возвращения Система использует Площадь гораздо Эффективнее людей И умещает на 50% Больше машин В одну зону Роботы заранее Продумывают Когда нужно вернуть машину И в соответствии С этим распределяют ряды Кассиры Парковщики Спортсмены Какие дальше Вы заберете профессии Роботы Мучаетесь от того Что ваша половинка Заняла все место на кровати Выход есть Компания Которая занимается Производством автомобилей Решила эту многовековую проблему Как и в автомобилях Где технологии Отслеживают разметку дороги И возвращают водителя в полосу Так и тут Механизм приподнимает И опускает углы кровати Чтобы вернуть на место Ночного захватчика Осталось только придумать Одеяло Которое невозможно отобрать И проблемы человечества Решены Владельцы ранчо Для того чтобы познакомить Детей с сельской жизнью Придумали необычную Козью стену Это жуткое На первый взгляд Приспособление На самом деле Запретено для того Чтобы посетители Могли покормить животных И не страдать От их навязчивого поведения Козы в загоне Сбираются на специальную платформу И высовывают голову в дыры Поскольку животные Весьма активны Им нравится лазать По приспособлению А уж высунуть в дыру голову И получить угощение Вдвойне приятно Жители Бразилии Сняли на видео Скопление пауков в небе Они назвали это явление Паучьим дождем Но на самом деле Выглядит как фильм ужаса Биологи объясняют Что это охота Пауков особого вида Который не опасен для человека После этого видео Ясно только одно Всем арахнофобам Въезд в Бразилию воспрещен А сейчас у нас самое время Посмотреть на город Не только Симферополь Но и другие города С наших видео Веб-камер Которые расположены По всему Крыму И вот мы можем наблюдать Керчь Это ее набережная Казалось бы Что военные действия Проходили тут лет 75 назад Но как бы визуально Я бы сказал Что это было не так давно Потому что набережная Нуждается в реконструкции И заботе Разумеется люди Это своими силами Делать не будут Поэтому нужно Нужно вмешательство Администрации Ну кстати хочется отметить Что во время войны 85% сооружений Было разрушено в Керче Поэтому действительно За эти 75 лет Пришлось восстанавливать Полностью город И естественно Есть еще какие-то моменты Которые требуют Реставрации Ремонта Но я надеюсь Что скоро набережная Керчи Видоизменится Будем с нетерпением Ждать этого события Люди так ходят Здесь прогуливаются А вот давай Посмотрим на Ялту Как там сейчас обстоят У нас дела Загрузочка Наверняка мне кажется Это панорамные виды Или дальше посмотреть Ну почему Вот видно Что кстати Не так освещена Хорошо Ялта Как Керчь Наши путешествия Позволяют нам Уровень освещенности Как минимум Ну действительно Ялта Ялта выглядит хорошо Всегда и в любое время года Что меня радует Как раз таки Поближе к морю Нет так много кранов Как это было в принципе Прежде Особенно лет 5-6 назад Вот сейчас за этим Ведется серьезный контроль И чтобы прибрежной зоне Не велось строительство Именно жилых домов Ялта и вообще Южный берег Крыма Отличное место для путешествий И наш корреспондент Александр Ткачев Побывал как раз таки В Алуште В рабочем уголке И подробнее об этом расскажет За моей спиной Западное побережье Алушты Называемое Профессорским уголком Усадьбы построенные здесь Сегодня стали музеями Погрузиться в атмосферу Дореволюционной дачной жизни Мы попробуем в нашем сюжете Сегодня зеленые насаждения Вдоль моря Парки санаториев Но некогда Итальянские сосны И кипарисы Были садами Вокруг имений В начале 20 века Это побережье Славилось своей Нетронутой природой Сюда съезжались Коротать летние часы Представители Русской интеллигенции Первая усадьба Появилась здесь В 1896 году На склоне Урочища Баар-Дере Весеннего ущелья Мы находимся с вами На веранде Дачи Алексея Николаевича Бикетова Академика Архитектора Великолепного художника И педагога А самое главное Хозяина дома Где собиралась интеллигенция Дворянское гнездо Был совершенно пустынный Деревья были посажены Его рукой Сегодня мы ими любуемся И это прежде всего Земляничник Мелкоплотный Сегодня и земляничник И кипарисы Такие же экспонаты музея Как и старинная Обстановка дома Хозяин усадьбы Был не только Зодчим и художником Но и ценителем искусства В усадьбе хранится Как коллекция работ Самого Бикетова Так и полотна Известных мастеров В данном случае Это картина Генриха Ипполитовича Семирадского Христос в доме Марии И Марфы Надо сказать Что это авторская копия А первый вариант Находится в Петербурге В русском художественном музее На даче Бикетовых Всегда царила Творческая атмосфера Жена Алексея Анна Представительница Легендарной музыкальной Династии Алчевских Сегодня в этих стенах Как и сто лет назад Собираются музыканты И слушатели Концертный рояль Ровесник усадьбы Недавно московские мастера Отреставрировали И настроили инструмент Теперь он звучит И выглядит как прежде Это чертежный стол За которым работал мастер А это подлинник чертежа Здание которое здесь изображено Наверняка вы узнаете сами Главная архитектурная Достопримечательность Симферополя Крымский академический Русский драматический Театр имени Горького Принадлежит руке Алексея Бикетова После музея Бикетова Я приглашаю вас посетить Единственный в мире музей Писателя Ивана Сергеевича Шмелева Одного из ярких представителей Русского зарубежья 20-х годов Эта старинная усадьба музей Приютилась на небольшой полочке Крутого сыпучего склона Под 200-летним Атласским кедром Отсюда, как и век назад Открывается прекрасная панорама Восточной части главной гряды Жизнь Шмелева тесно связана с Алуштой Именно здесь он прожил Свои самые непростые годы Гражданская война Голод, разруха Здесь он потерял Своего единственного сына Сергея В Крыму писатель стал свидетелем Болезненной смены властного режима Герои его произведений Списаны с обитателей Соседней Бикетовской дачи Роман эпопея «Солнце мертвых» Это правда о тех событиях Когда Шмелев жил в Алуште И жители профессорского уголка Стали реальными прототипами Его произведения В отличие от Бикетова Оставшегося на родине Шмелев эмигрировал в Берлин А затем в Париж Несмотря на то, что Шмелев Долгие годы жил в эмиграции Он навсегда сохранил память О том прекрасном виде из окна Он мечтал вернуться именно сюда В Алушту Но, к сожалению, не сложилось И он умер в эмиграции С пришествием красной власти Жизнь профессорского уголка Алушты Резко изменилась Как и сменилось его название Он стал рабочим уголком Размеренную жизнь Творческой интеллигенции Унесло вместе с ветром И только в старинных усадьбах Как будто остановилось время Александр Ткачев Олег Бойко Утро нового дня Еще раз доброе утро Если только вы к нам присоединились Доброе доброчка Мы уже полны энергии С вами в эфире целый час Дмитрий Бопов Алиса Троян Конечно же, мы бодры И готовы свою позитивную энергию Разделить вместе с вами Потому что сегодня 11 апреля Четверг И самое время Выполнить все свои дела Которые вы запланировали Ну, напомним, что сегодня 11 апреля Сегодня день Конституции Крыма Об этом мы расскажем подробнее В наших сюжетах Ну, а также хочется напомнить Что в сегодня В этот день, вернее 75 лет назад Началось освобождение Керчи и Джанкоя И, наверное, стоит напомнить о том Что Керчь и Севастополь Являются городами-героями А Феодосия является городом Воинской славы Да, то есть Всего у нас два города-героя Самое страшное То, что о подвиге защитников Керченских каменоломен Стало известно только после войны До 60-х годов прошлого века О героической обороне от Джамушкая Знали только местные жители Сейчас история подземного гарнизона Стала примером патриотизма И несгибаемой воли для миллионов людей В легендарные подземелья Спустился Юрий Авдеев Первая попытка освобождения полуострова В декабре 1941-го не увенчалась успехом Наступление Красной Армии, бросившей на помощь Осажденному Севастополю Три армии Крымского фронта Захлебнулось Войска спешно эвакуировали морем Через Керченский пролив Крымский фронт прекратил существование 18 мая 1942 года Около 10 тысяч бойцов Красной Армии Прикрывавших отход наших войск на Тамань Спустились в Аджамушкайские каменоломни Для того, чтобы продолжить сопротивление Так появился подземный гарнизон Вместе с красноармейцами В подземелье ушли несколько тысяч гражданских Отряд постоянно пополнялся бойцами Прорывавшимися из окружения Бойцы были уверены, что они здесь ненадолго Что в 1942 году Все-таки высадиться на Керчь И Крым десант освободят А они захватят здесь удачный плацдарм А получилось, что они здесь пробыли практически полгода И здесь погибло очень много бойцов Гарнизон не имел запасов оружия и боеприпасов Защитники Аджамушкая были просто забыты Они умирали от голода и жажды Единственный колодец выкопали собственными руками Влагу собирали по каплям со стен и потолка Жгли покрышки, ели крыс В подземельях Аджамушкая была налажена работа медицинской службы Здесь, в отсутствии освещения, отопления При остром недостатке воды и полном отсутствии медикаментов Советские хирурги проводили сложнейшие операции Врачи, как могли, приспосабливались к нечеловеческим условиям И для того, чтобы во время операции пациенту в рану не сыпалась каменная крошка На потолок крепили куски ткани Но вопрос выживания не был главным Основной задачей оставалась борьба с оккупантами Гарнизон стал настоящим проклятием для фашистов Кроме наших аджамушкайских каменоломен Мы видим малые аджамушкайские каменоломни Старокарантинские, булганакские, багеровские И практически в каждых из этих каменоломен Были очаги сопротивления фашистам во время оккупации города Керчь Защитники каменоломен превратили подземелья в крепости Отбивая все атаки врага А по ночам красноармейцы, привыкшие к темноте, совершали дерзкие нападения на позиции фашистов Уничтожая технику и солдат противника Гитлеровцы взрывали штольни, вызывая обвалы Но не смогли уничтожить гарнизон Фашисты, нарушив Женевскую конвенцию, начали пускать на территорию Аджамушкайских каменоломен, отравляющие газы И погибло при первых газовых атаках очень много бойцов и часть мирного населения Сколько? Бойцов примерно около 2-3 тысяч бойцов Нам известно, что погибло Мирного населения учет, к сожалению, никто не ввел о потерях Аджамушкай был последним очагом сопротивления в Крыму До сих пор неизвестны ни имена всех защитников подземной крепости, ни их точное количество Все приблизительно, ни то 13 тысяч, ни то 15 Но мы знаем точно, что оборона держалась 170 дней до конца октября 1942 года К этому времени в живых осталось менее полусотни бойцов До победы дожили единицы Юрий Авдеев, Руслан Хохлов, Новости 24, Керчь Тайны солнца Ученые Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарайском районе Приступили к модернизации одного из крупнейших в Европе телескопов Последний раз этот аппарат обновляли 40 лет назад Теперь за счет гранта Российского научного фонда в 18 миллионов рублей Оборудование получит вторую жизнь Елена Байрамова узнала, что привнесет в астрономию и жизнь современный формат исследования галактики Загадки небесных светил Если заглянуть в этот мир через телескоп, да еще и таких размеров Можно узнать много астрономических тайн С башней высотой 25 метров лучи попадают на главное зеркало Которая строит изображение Солнца в главном фокусе Сегодня на Солнце есть пятно С восточной стороны недавно появилось И несколько кор маленьких Через аппарат, созданный в 1955 году, одновременно можно наблюдать около 700 километров солнечной поверхности Александр Куценко пять лет трудится в Крымской астрофизической обсерватории Мечтает сделать и запустить космический аппарат А пока вместе с коллегами работает над модернизацией одного из крупнейших в Европе телескопов Все это время магнитное поле изучали на этом старом оборудовании Через него луч проходит долгий путь Через щель отражается он там от зеркал Попадает сюда на дифракционную решетку Уже спектр после решетки опять отправляется туда на зеркало На камерное Сюда на еще одно зеркало И там строится изображение Полученный сигнал по проводам передают сюда Расшифровка хранится на фотопленках или таких самописцах Солнечный спектр попадает в этот магнитограф на лампах Своё он уже отслужил, ему более 70 лет И в скором времени всю эту огромную систему заменит этот маленький блок Электроника и программное обеспечение – дело рук Александра Куценко Оптикой занимается Валерий Теребиш Двое ученых соединяют и тестируют аппарат на месте Обновление телескопа проводится за счет гранта Российского научного фонда в 18 миллионов рублей Модернизация позволит посмотреть на Солнце под другим углом Это измерение магнитных полей на нескольких уровнях в атмосфере Солнца Это мало кто может делать, но это важно для физики вспышек И выбросов массы Солнца, которые влияют на Землю А также на климат, навигацию самолетов в аэропортах, работу телевизоров и качество связи Новый прибор будет состоять из этого спектрографа, сверхчувствительной матрицы, специальной решетки для разложения видимого света Солнца на линии Модернизация телескопа последний раз проводилась в 1974 году Тогда изменили высоту башни с 15 до 25 метров Это позволило сделать открытие мирового уровня Открыты 160-минутные пульсации Солнца На базе именно этих исследований появилась новая наука, гелиосейсмология, которая очень стремительно развивается в наши дни Все работы планируют завершить к началу нового солнечного цикла в 2022 году Это поможет спрогнозировать изменения климата и даже узнать, наступит ли на Земле малый ледниковый период Елена Байрамова, Иван Евдокимов, Новости 24, Бахчисарайский район А самое забавное, что все фотографии, которые мы видим в интернете, посвященные космосу Которые такие яркие, красочные, разноцветные, на самом деле являются условными обозначениями Потому что когда космонавт находится в космосе, он не видит ничего Только черное небо и белые звезды А все эти цветные изображения — это условные обозначения При помощи которых ученые сообщают о том, что там находится такое количество элементов То есть водород, например, договорились подписывать красным цветом, к примеру И подписывают это красным И поэтому все эти картинки — только условные обозначения Удивительные факты, конечно, я думаю, когда там техника будет развиваться до такого уровня Что можно будет это все действительно нормально фотографировать и снимать А я предлагаю обратить внимание на немножко зарубежные новости Если зайти в Инстаграм Сильвестр Сталлоне, можно узнать о том, что Рэмбо 5 Последняя кровь уже выйдет не так давно и не так скоро 20 апреля И это будет одновременно происходить с тем, как выйдет и 6-й Терминатор Так что вот Арни и Сильвестр продолжают свое соперничество И как раз-таки здесь они уже добьются Соперничество ведется уже не на физическом уровне, кто из них массивнее и круче Хотя они действительно ребята в отличной форме А в том, у кого лучше будут кассовые сборы Ну а в Симферополе продолжается борьба между театрами, кинотеатрами и прочими местами для развлечения симферопольцев Давайте посмотрим, какую же программу подготовили они для нас Сегодня в Театре имени Горького премьера Комедия Валентина Красногорова «Запретное желание» Пьеса эпатирующая и провокационная История о стереотипных представлениях об общественной и частной жизни Герои появляются и исчезают неожиданно для зрителя Начало в 19.00, возрастное ограничение 18+. Также в этот день смешные истории Спектакль поставлен по чеховским водевилям «Медведь, юбилей и предложение» Под видом веселья скрывается желание уйти от одиночества Гениальность произведения Чехова в легкой и непринужденной подаче абсурдности человеческих взаимоотношений Пусть зритель посмеется, а потом о многом задумается, говорит режиссер-постановщик Начало в 19.00 На сцене Государственного академического музыкального театра Лирическая комедия «Заложники любви» Роль главного героя американца исполняет Александр Панкратов-Черный По сюжету его отправляют в Россию, где он знакомится вдовой В тот момент, когда влюбленные решают пожениться, к ним внезапно приходят их покойные супруги Американская феминистка и русский балагуры-пьяница Гришаня Веселая и трогательная комедия о любви, нежности и верности Начало в 19.00 Также сегодня в Крымском киномедиа-центре открытие фестиваля кино «Крым-док» Главная цель мероприятия – показ лучших произведений документального кинематографа И привлечения зрителей разных возрастов Фестиваль продлится до 15 апреля Начало в 18.30 В кинотеатрах в этот день премьера Семейная фэнтези «Домовой» История начинается после того, как в необычный дом заезжает семья До этого в этой квартире не задержался ни один жилец Из-за домового, который обиделся на человечество и творит всевозможные гадости Все меняется, когда ему бросает вызов злая колдунья Сеансы вы можете выбрать самостоятельно Поисковая система и производители корма для животных решили объединиться и создать уникальное что-то Они решили объявление о пропаже животных и о найденных животных размещать просто в спамовой рекламе Теперь вместо товаров и каких-либо услуг нам будут предложены животные, которые, возможно, ищут своего хозяина У нас тоже есть животные, которые очень ищут себе нового хозяина Они не потерялись, просто у них его никогда не было Давайте вы посмотрите, может быть, вы выберете кого-нибудь из них Чуткая, уникальная Джулия ищет дом Послушная, умная, способная в дрессировке Возьмите, никогда не пожалеете С ней приятно общаться Она любит людей Звоните Плюс 7978-863-1103 Удивительные ребята И я бы себе такого друга тоже завел, конечно же, если бы жил в частном доме Потому что им как раз-таки места нужно побольше А сейчас перейдем к новости и к ценам на топливо Итак, газ у нас стоит 27 рублей 98 копеек Дизельное топливо 51 рубль 32 копейки 92-й 47 рублей 21 копейку 95-й 50 рублей 42 копейки И самый дорогой, самый стабильный 98-й 56 рублей 59 копеек А сейчас предлагаю обратить внимание на курс валют, который меняется более динамично И при этом доллар укрепляет свою позицию И сейчас он стоит 64 рубля 73 копейки Что же касается евро, который сдает 72 рубля 94 копейки Крым активно развивается В том числе, несмотря на жесткое санкционное давление Развиваются внешнеэкономические связи Начал свою работу Крымско-сирийский торговый дом И для того, чтобы лучше продвигать свою продукцию Задумывается о том, чтобы создать специальную маркировку, сделанную в России И тогда наверняка можно быть уверенным в качестве этой продукции Ну, знаешь Я думаю, как раз таки подобная маркировка меня бы тоже убедила Допустим, я когда в Крыму приобретаю что-то, я хочу взять крымское Потому что я понимаю, что оно недолго доставлялось Оно делалось рядом, делалось для своих людей И поэтому уверенности, конечно же, в качестве такой продукции больше Ну, а я напомню, что у нас в Джанкое уже работает наш корреспондент Артем Андроновский, который готовился к этому событию, к сегодняшнему дню И готов рассказать о том же, какие мероприятия будут происходить в Джанкое Здравствуйте, студия Как и обещал, нахожусь возле одного из памятных мест Куда ровно в 10 утра будет проведен... Где ровно в 10 утра будет проведен торжественный митинг и возложение цветов Об этом чуть-чуть попозже Всего в Джанкое 8 памятных мест Например, это памятник танкистам Признаюсь, так и не смог разобрать момент Это ИС-1 или ИС-3, но он все-таки танк серии Иосиф Сталин Так вот, всего 8 памятных мест Это памятник Герой Советского Союза Немкову Это памятник танкистам, возле которого я нахожусь Это памятник авиаторам Памятник жертвам концлагеря Памятник партизанам-подпольщикам Это старое военное кладбище Памятник воинам-интернационалистам И это старое локомотивное депо Как мне любезно сообщили представители местных властей В 10 утра сюда придут дети Возложить к этому памятнику цветы Наше будущее придет сюда почтить прошлое Людей, сложивших головы в бою Но в бою не с врагом Не против чужой идеи И в бою не с чем-то другим, посторонним А в бою за что-то В бою в первую очередь за жизнь В борьбу за единое и светлое будущее В бою за то, чтобы в этот все-таки прекрасный И на самом деле совершенно недождливый весенний день Дети, радуясь жизнью, могли прийти и почтить их память Но почтить не только их поступки А и тот мир, который был построен за счет их жертв Все-таки недаром говорят, что Любая война в первую очередь Учит нас ценить мир Ценить мирное небо над головой Поэтому я хочу призвать всех Строить светлое и прекрасное будущее Через здоровое и честное настоящее Спасибо, Стурия Спасибо тебе, Артемка Действительно классное место Можно отметить, что памятник находится в отличном состоянии И заметно, что там делали не так давно уборку И как в Симферополе, так и забота о памятниках ведется и в других регионах и городах Крыма Мы активно также продолжаем следить за том, о чем вы, крымчане, публикуете в соцсетях И поэтому подготовили для вас специальную рубрику «Крым онлайн» В Керчи произошло серьезное ДТП Грузовик протаранил внедорожник По предварительным данным, водитель иномарки остановился на перекрестке А вот следовавший за ним больший груз затормозить не успел По другой версии, у крупногабаритного транспорта лопнуло колесо Оба автомобилиста госпитализированы А в Симферополе ДТП случилось прямо у входа в полицию Обе машины получили значительные повреждения Информация о пострадавших уточняется Керчане забили тревогу из-за канализации В самом центре города разлилась река из точных вод Что вызвало особое возмущение водителей Которым приходится снижать скорость из-за луж Полиция вернула домой сбежавшего 11-летнего мальчика А ребенок решил уйти после ссоры с бабушкой Она запретила ему играть в компьютер И отобрала мобильный телефон Не выдержав наказания, блудный внук уехал автостопом из Симферополя в Саки Полсотни спортсменов собираются пересечь Керченский пролив Заплыв станет самым массовым в истории акватории Заявки уже подали из Великобритании и Испании Во время акции движение судов останавливаться не будет Заплыв состоится 1 июня Крымчане смогут наблюдать первый звездопад весны Метеорный поток Лериды Пик небесного шоу придется на 21, 22 и 23 апреля Редким явлением лучше всего наслаждаться в безлюдных местах, где мало света Ну да, и хочется все-таки рассказать о неприятном событии, которое произошло вчера В ДТП с рейсовым автобусом в Крыму Один человек погиб, восемь человек пострадали Да, как раз таки происходило это на трассе Керча-Феодосия Там водитель рейсового автобуса не справился с управлением И вылетел, получается, на обочину Но действительно люди получили серьезные травмы Есть уже в социальных сетях снимки О том, как сейчас выглядит этот транспорт Действительно, он просто разбит в дребезги Ну а сейчас самое время подключиться к нашим коллегам в радиостудии Поставьте их приоритет Здравствуйте Уберите их в первую очередь И потом дальше те, которые в оврагах, в лесопосадках Которые там далеко находятся на удалении Соответственно, тоже должны быть ликвидированы Я уверен, что план там небольшие, деньги абсолютно Мы уже трижды перераспределяли по бюджету там ситуацию Уже бы 10 раз бы уже решили бы Ну что ж такое? Цитата Сергея Балерьевича Сейчас мы пробуем связаться с нашим корреспондентом Дмитрием Поповым Который работает в программе «Утро нового дня» Он как раз был на этой свалке И на этих свалках И проехал все вокруг Что же он увидел там? Дима, еще раз доброе утро Доброе утро Здравствуйте Доброе утро, коллеги Дим, как тебе судакские свалки? Я видел твой синхрон С замом мэра Умеровым Который так на фоне практически Знаешь, такой поленовский пейзаж Да, там мальчик на фоне мусора Вот что-то такое Я такого количества мусора не видел никогда в жизни Во-первых, место действительно ужасное Что же касается мусора Там мусор преимущественно именно туристический Там шлепки валяются, туалеты валяются Все, что хочешь Действительно накапливался, они говорят Давно не одно десятилетие Там можно даже наблюдать диких животных Они уже смирились с тем, что происходит Мы сами видели Лисы там бегают Местные жители, конечно же, ругаются Но опускают руки, говорят А что мы можем сделать? Ну, воняет, да Там самое классное место Я вообще думаю, рядом находится Это Кизилташ, да? Монастырь там? Да-да-да Рядом с Краснокаменкой Я считаю, что Краснокаменкой Самое потрясающее место Я бы с удовольствием там в старости жил Но обращая внимание на эту свалку Конечно же, приходится отказываться от таких амбиций Дима, надеюсь, до твоей старости Краснокаменку расчистят Скажи, ты там был с городскими чиновниками Которые вчера умудрились очень сильно вывести из себя главу Крыма И он сделал ряд резких заявлений Что они, как они отвечали? Откуда эти шлепанцы, туалеты и дикие животные там взялись? Знаете, вначале это был определенный футбол Говорили, что О, это вначале отвечал за этот участок Феодосия Потом говорят, ну да, теперь вот Судак с 2015 года А потом говорят, вот администрация не способна И не может выделять на этот участок деньги Потому что он заходится за пределами города То есть такой определенный футбол Они привозят туда, я так правильно понимаю, мусор Его выкидывают И потом перед главой расписываются В своей абсолютной импотенции Что-либо сделать, выполнять свои должностные обязанности Официально туда мусор никто не вывозит Но с каждым днем его становится больше Разумеется, профильное министерство обратило на это внимание Там были проверки и зафиксировали на этом местную муниципальную компанию Которая решила, а зачем ездить далеко, если можно выкинуть здесь рядом Потому что здесь и так уже грязно У тебя вчера там в гостях был Ива Сумеров Вот резюмирую, что он сказал Вот как он прокомментировал Мы не можем ему дозвониться Он сказал, что был недавно там новый министр экологии и природных ресурсов И сказал, что на это нужно как минимум 33 миллиона На что Ива Сумеров сказал Нет, этих денег мало, нужно больше Потому что тут просто много слоев И действительно, казалось бы, если ты смотришь на эту поляну Кажется, что посверху немножко мусора лежит Но если ты там походишь ногами, понаступаешь То периодически будешь проваливаться Потому что там просто горы мусора, которые уже заросли травой Дим, я правильно понимаю, местное муниципальное предприятие туда вывозит мусор Было поймано А главы говорит о том, что убирать должны республиканские власти за твои и мои налоги Абсолютно так и происходит Потому что администрация не имеет полномочий, чтобы выделять на это деньги средства Но видите, какая-то вот такая вот палка Знаешь, была хорошая такая цитата, что нужно перестать путать свою шерсть государственную Спасибо, что нам так подробно обо всем рассказал Счастливого эфира Спасибо тебе И вам, ребята, спасибо Дальше Да, ну что ж, а теперь нужно, наверное, все-таки от такой негативной темы про мусор Вернуться, потому что эта тема вызывает стыд Вернуться к темам, которые вызывают гордость Это наши ветераны, о которых мы подготовили целый сюжет Вот командир эскадрыли А вот я Это студент технику Братья в армаре служили, приходили и пилотку дали Я с удовольствием вот эту пилотку носил А это я уже курсант военно-веселого училища В 1943 году, после окончания летного училища, 18-летним парнем Федор Лаврентьевич Гаврилов попадает на фронт Свой первый боевой вылет он не забудет никогда Под Москвой там, подбомбить немцев Нужно было, чтобы авиация помогла пехоте разбить выступающих немцев И когда мы тут полетели, летели и один наш товарищ, я уже не помню, как мы говорим, посыпался самолет и он тут упал из-за горя Бомбы стали рваться, пушки стрелять Вот такой кошмар у нас Это у меня такое первое посчитание Я пацан и вижу впервые Федор Гаврилов служил радийным летчиком на штурмовике Ил-2 Не раз его самолет пытались сбить из земли и с воздуха Но каждый раз, отбомбившись по пехоте и танкам врага, экипаж возвращался на базу А один раз ему даже удалось уничтожить вражеский истребитель Ил-2 Машина очень грустная Бомбовая нагрузка была 600 килограмм Помимо двух пушек еще два пулемета ШКАС Там по 1500 выстрелов Помимо этого были у нас ракеты Это личный состав 188-го гвардейского штурмового полка В живых из них сейчас остался только Федор Гаврилов Свою первую награду, Орден Красной Звезды, он получил в 1944 году Вдвоем с младшим лейтенантом Иваном Григорьевичем Банных Они прошли через Курскую дугу Сталинградскую битву И приняли участие в операции по освобождению Крыма После Сталинграда Вот помогали своим войскам Бомбили Сапунь-Гру И помогли нашим наземным войскам быстро освоить свои рубежи И столкнуть немцев в море После окончания Великой Отечественной войны его тут же пригласили на парад Подготовка была серьезной, маршировать учились по ночам Федор Гаврилов еще не раз возвращался на Красную площадь А к 70-летию Великой Победы даже лично встречался с президентом России Владимиром Путиным Сейчас ветеран по возможности общается с молодежью, рассказывает военные истории и учит главному А детям говоришь, что было, как оно должно быть Вот, вы должны быть порядочными людьми В свои 95 лет Федор Гаврилов помнит все фамилии своих сослуживцев и командиров Без запинки может назвать даты и события И обязательно хотя бы раз в месяц приходит сюда, к Вечному огню Чтобы почтить память погибших однополчан Ксения Шарапановская, Анатолий Агеев Утро нового дня А теперь самое время переместиться в нашу гостевую площадку Потому что там уже нас ждет гость К нам пришла заместитель начальника управления дополнительного образования Организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей Минобраза Оксана Мельниченко Оксана Игоревна, приветствую вас Могли бы отметить, что за конкурс необыкновенно сейчас проходит на территории республики? Конечно, добрый день Сейчас в республике Крым проводится республиканский конкурс Под названием «Сердце, отданное людям» Самое важное, что конкурс уже проводится у нас не впервые Это третий год подряд мы проводим конкурс И в 2017 году инициатором данного конкурса Выступила Межрегиональная общественная организация «Русское единство» Естественно, Министерство образования, поддержав такой проект Вот совместно мы проводим уже третий год данный конкурс Какова его суть? Кто же принимает участие? Смотрите, он рассчитан на, прежде всего, на школьников И в данном случае это школьники восьмого класса То есть учащиеся восьмых классах Ну вот сейчас немножко подробнее расскажу Суть конкурса в том, что, прежде всего, он раскрывает тот потенциал, который есть в нашей большой стране России И непосредственно связан с достижениями и вкладом в меценатство, в развитие общественной позиции, в развитие общества, выдающихся людей России Естественно, так как мы проживаем на территории Республики Крым Это связано и с вкладом в деятельность нашей республики И в семнадцатом году конкурс был посвящен Айвазовскому в связи с двухсотлетием В восемнадцатом году выдающемуся и всем известному святителю Лукеа был посвящен и его деятельности и жизни И в этом году такой вот выбран персонаж или образ гражданской позиции Это уже предприниматель и такой деятель общественный, как Петр Ионович Губонин То есть его вклад в развитие, он у нас запечатлен в истории, как, можно сказать, развивал железное дорожное строительство Кроме того, его очень такой необычный путь, да, от обычного крепостного до уже успешного предпринимателя прошел И вот дети, что делают детки, да, непосредственно Перед детьми стоит задача, конкурс проводится в два тура Первый тур это в несколько этапов тоже проводится Ребята готовят эссе, то есть мини-сочинение на посвященное жизни и деятельности, да, выдающегося человека А во втором туре, второй тур это непосредственно они получают, как победители, пригласительные на бал у Айвазовского Вот такой вот, как бы, и творческий, с одной стороны, конкурс И вот такой вот он, можно сказать, камерный, потому что по итогам они едут на бал у Айвазовского А бал это как награда или это тоже как один из этапов? Это как уже, как один из туров, но как награда Потому что, смотрите, сейчас во всех школах 4-5, вот буквально апреля прошли открытые уроки На тему, да, которая в этом году обозначена жизнью, творчеству и деятельности, да То есть все стороны подготовлены методические рекомендации по данному выдающемуся человеку И, соответственно, после этого ребята переходят к написанию эссе Открытые уроки прошли в 5-11 классах, но к эссе приглашаются учащиеся восьмых классов Чтобы получить пригласительный билет или сертификат на получение, да, вот, приглашение на бал у Айвазовского в девятом классе То есть они едут на бал в девятом классе Вот идея этого мероприятия, чего добиваетесь? Чему хотите побудить молодежь в целом? Ну, смотрите, в целом, конечно, самой главной целью конкурса Это вот является как раз-таки раскрытие и популяризация общественной и благотворительной деятельности выдающихся людей Что можно быть от самых простых людей, которые своим творчеством, да, своей активной жизненной позицией добились в жизни очень многого И к тому же еще и являются благотворителями То есть создают, делают дела на благо родины, страны и в целом вот приобщают людей вот к таким, в такой деятельности Дети добровольно принимают участие или там добровольно-принудительное? Нет, конечно же добровольно Мы даем возможность всем, смотрите, учащимся восьмого класса поучаствовать в данном конкурсе То есть написать эссе Далее это вот школьный этап То есть все желающие пишут данную работу Эта работа обязательно должна быть рукописная То есть никто не печатает То есть это все анализируют, да, вот те события, связанные с жизнью и деятельностью человека Анализируют, что для них этот вклад, да, вот как они могут для себя, то есть вот эти события все И, соответственно, пишут эссе Далее все эти работы передаются на муниципальный этап То есть проводится муниципальный этап И отбирается в зависимости, ну там процентное соотношение в зависимости от количества учащихся восьмых классов От одного муниципального образования может быть три работы, пять работ То есть сколько детей, да, вот обучается По какому принципу эссе оценивается? По историческим фактам, по красоте написания, по грамотности? Смотрите, естественно, перед тем, как конкурс у нас стартует ежегодно Министерством издается приказ, где есть положение И где в положении четко прописаны все вот эти вот этапы, да То есть все возможные эти мероприятия, которые могут провестись Обязательно методические рекомендации с тем, как можно провести открытый урок для деток в школе И, соответственно, есть и критерии оценивания, по которым в дальнейшем члены жюри оценивают В школе это могут быть учителя-литераторы, соответственно В том числе оценивается, естественно, и соответствие тематики, соответствие стилю написания То есть это должно быть соответствовать эссе И, естественно, вот сама жизненная позиция вот именно автора, которая присутствует То есть вот такие критерии, они, в принципе, да, вот, может быть и стандартные Но без них никак нельзя оценить То есть в конечном итоге ребенок, который поучаствовал в этом конкурсе Он должен понять, что когда я стану взрослым И когда у меня будет пару лишних миллионов Я обязательно вложу их в мой любимый край Лучшую школу, где я учился, и сделаю обязательно дорогу Ну, здесь нет Или как? Почему? Здесь же, понимаете, это я немножко обозначила, какие особые, да, достижения Но здесь же мы в этом году говорим о Петре Иоанновичу Губонин У него не только, он очень большой вклад внес В чем именно в развитие Республики Крым Он в свое время выкупил наш село Гурзув И сделал его курортным городом мирового масштаба Его вклад также имеется в том, что железнодорога Харьков-Симферополь Проложена тоже под его И первый железнодорожный вокзал города Симферополя Тоже был создан именно Петром Иоанновичем Губонином То есть вот его вклад И, соответственно, так как он был еще и в науке Да, вот его есть вклады в науку Есть поступки, которые при восстановлении церквей, храмов То есть вот все вот эти события как раз-таки дети должны проанализировать И вот позицию свою жизненную, да, и, может быть, да Не обязательно строить дороги, но, тем не менее, вклад свой в развитие общества Нужно вносить Вот такая вот, наверное, основная цель Спасибо большое Действительно, надеюсь, что наши дети справятся И почти все восьмиклассники отправятся в следующем году на бал Ну, а пока мы будем перемещаться дальше по эфиру И отправимся в мир интернета при помощи новостей При помощи новостей, которые мы собрали специально для вас Бабушки против телевизора Неожиданные разборки в московском дворике Непонятно, чем не угодило сторожкам ламповое устройство Но против него они использовали все самые страшные оружия пенсионеров Пакет и палку В парижском аэропорту больше не надо переживать о парковочных местах Робот по имени Стэн сам разберется с вашей машиной Пассажиру нужно оставить свой автомобиль в специальном боксе И указать время возвращения Система использует площадь гораздо эффективнее людей И умещает на 50% больше машин в одну зону Роботы заранее продумывают, когда нужно вернуть машину И в соответствии с этим распределяют ряды Кассиры, парковщики, спортсмены Какие дальше вы заберете профессии, роботы? Мучаетесь от того, что ваша половинка заняла все место на кровати? Выход есть! Компания, которая занимается производством автомобилей Решила эту многовековую проблему Как и в автомобилях, где технологии отслеживают разметку дороги И возвращают водителя в полосу Так и тут механизм приподнимает и опускает углы кровати Чтобы вернуть на место ночного захватчика Осталось только придумать одеяло, которое невозможно отобрать И проблемы человечества решены Владельцы ранчо для того, чтобы познакомить детей с сельской жизнью Придумали необычную козью стену Это жуткое, на первый взгляд, приспособление На самом деле запретено для того, чтобы посетители могли покормить животных И не страдать от их навязчивого поведения Козы в загоне сбираются на специальную платформу И высовывают голову в дыры Поскольку животные весьма активны, им нравится лазать по приспособлению А уж высунуть в дыру голову и получить угощение вдвойне приятно Жители Бразилии сняли на видео скопление пауков в небе Они назвали это явление паучьим дождем Но на самом деле выглядит как фильм ужаса Биологи объясняют, что это охота пауков особого вида Который не опасен для человека После этого видео ясно только одно Всем арахнофобам въезд в Бразилию воспрещен С днем рождения тебя Наверное, многие наши крымские политики, да и не только, поют сегодня эти слова нашей любимой Конституции Которая исполнилась уже пять лет И ее можно же будет заполучить в Крыму бесплатно Да, потому что ее будут раздавать в центре города Ну а в 12 часов будет праздничное мероприятие, посвященное этому дню Будет проходить возле здания Государственного совета Республики Крым Ну а наш корреспондент Ольга Литвиненко подготовилась к этому дню И подготовила для вас специальный сюжет Этот день на полуострове назвали историческим Крым получил свою Конституцию За принятие документа проголосовали все присутствующие в зале депутаты 88 за и ни одного против Парламентарии встретили это решение стоя Овации утихли только, когда зазвучал гимн России А следом и Крыма 11 апреля на полуострове отмечают День Конституции Республики Крым И уже на следующий день, 12 апреля 2014 года, документ вступил в силу Крым пять лет как демократическое правовое государство в составе России Но тогда, весной 2014-го, нужно было на законодательном уровне завершить интеграцию региона Над созданием главного документа Республики день и ночь работали лучшие специалисты страны В итоге Конституция была составлена в полном соответствии с международным правом и законодательством Российской Федерации События Крымской весны разворачивались стремительно Следовательно, на написание главного документа Республики времени было катастрофически мало Работа над Конституцией длилась три недели Фактически, она завершилась за три часа до ее принятия Не спали и в типографии газете приходилось не раз запускать печатные станки Тиражи Конституции расходились в считанные дни Впрочем, и сегодня, спустя пять лет, с вот основных законов Крыма пользуются спросом Ведь в нем есть все, что необходимо для жизнедеятельности демократического государства Источник власти — народ Жители Крыма получили права, о которых раньше могли только мечтать Так, государственными признаны сразу три языка — русский, крымско-татарский и украинский Для меня одним из ключевых показателей качества этого документа является то, что за пять лет него не было внесено ни единой поправки То есть наш документ оказался абсолютно жизнеспособным Он доказал то, что он соответствует полностью той общественно-политической ситуации Которой оказался Крым после воссоединения с Россией И утвердил статус Крыма как полноправного субъекта Федерации Десять глав и девяносто пять статей Тут и государственное устройство, и основы управления, и, разумеется, права и свободы граждан Некоторые крымчане о положениях Конституции знают, но большинство — нет Впрочем, главное, что их интересы в этом документе защищены Да, я свои права знаю, и обязанности тоже Я как бы законопослушный гражданин Я знаю, что в лучшую сторону конкретно Конечно В прежней Конституции Республики по сути из гарантии автономности были только герб, флаг и гимн Крымских депутатов даже лишили законодательной инициативы в Украинской Раде Статья первого нового документа определяет Республика Крым обладает всей полнотой государственной власти, но является неотъемлемой частью Российской Федерации Ольга Литвиненко, Иван Ковалев, Анатолий Агеев, «Утро нового дня» В этот день происходило еще одно важное событие Возможно, одно из важнейших в жизни каждого жителя Керчи и Джанкоя Потому что именно в этот день было освобождение этих двух городов А город Керчи, я напомню, является городом-героем Потому что о его мужестве действительно можно говорить очень долго Потому что Керченская-Эльтигенская операция, она была действительно очень жестокой по своим масштабам Потому что были воины советской армии просто как будто бы на открытой ладони При этом они были просто полностью под обстрелом укрепленных позиций Ну и также не будем забывать про Аджимушкаевские каменоломни, где действительно происходили страшные вещи Казалось бы, это все было не так давно, 75 лет назад Поэтому люди, которые сейчас живут в этих городах, могут сами наблюдать остатки воспоминаний о тех событиях То есть поврежденные здания, где-то, может, исторические памятники архитектуры, которые сохранились после тех событий И вот сейчас в одном из городов находится наша коллега Наш корреспондент Светлана Еремильниченко, которая готова рассказать, что же там в Керчи будут мероприятия, какие происходить Доброе утро, коллеги! Мы сейчас находимся на горе Митридат, на самой высокой точке города Героя Именно здесь, ровно 75 лет назад, 11 апреля 1944 года, освободители Керчи водрузили красное знамя Сейчас на этом месте горит вечный огонь Погода в Керчи сегодня теплая, солнечная Отмечать годовщину освобождения города Героя от немецко-фашистских захватчиков В городе начнут с возложения цветов к местам боевой славы И братским могилам всего участники памятных акций посетят около шести таких мест В частности, это поселок Аджимушка, это поселок Героевская Кстати, поселок Героевская называют еще огненной землей В ноябре-декабре 1943 года там проходила масштабная Керченско-Эльтигенская десантная операция После которой было положено начало освободительному наступлению на Крым В 10 часов Керчени отправятся на железнодорожный вокзал, где они встретят поезд Победы Там же их будут угощать солдатской кашей Ближе к вечеру в центре города пройдет акция «Огонь памяти» и праздничный концерт А завершит марафон мероприятий «Фейерверк» Вот такая довольно-таки насыщенная программа Коллеги, я передаю вам слово Спасибо, Светлана, действительно очень полезная информация Надеемся, что все жители Керчи и ближайших районов обязательно посетят это мероприятие Но сейчас самое время узнать, какие же еще исторические события происходили в этот день 11 апреля 1111 года император Священной Римской империи Генрих V Похищает Папу Римского Пасхалия II Причиной такого поступка стал отказ от коронования В результате суверен силой вынудил у Папы признание за коронное право инвеституры Ровно, как и обещание никогда не отлучать его от церкви 11 апреля 1775 года был исполнен последний приговор в охоте на ведьм в Германии Первой страной, которая отказалась от уголовного преследования людей, обвиненных в колдовстве Стало Великобритания в 1735 году, а последний Испания в 1820 11 апреля 1814 года договором Фантебло заканчивается война шестой коалиции Вследствие чего Наполеон Бонапарт отрекся от престола и отправляется в изгнание на Эльбу На острове император активно занялся развитием экономики, рассчитывая на деньги, положенные ему в соответствии с условиями договора Однако финансирование так и не поступило 11 апреля 1868 года в Японии был упразднен Сегунат Государственный строй, при котором верховная власть принадлежала Сегуну, дословно командующему Исторически власть принадлежала одному императорскому клану Но чтобы удержать ее, было необходимо объединяться с другими крупными родами Лидеру такого клана и делегировался титул Сегун 11 апреля 1944 года Керчи и Джанкой были успешно освобождены от немецко-фашистских захватчиков Сегодня в честь этих событий в городах проводится ряд торжественных мероприятий 11 апреля 1961 года Боб Дилан дебютировал на сцене одного из клубов в Нью-Йорке Впоследствии музыкант-композитор, актер и художник был назван голосом поколения И одной из ключевых фигур в истории мировой поп-музыки 11 апреля 1970 года Аполлон-13 был запущен на Луну Во время полета на борту произошла авария и несколько взрывов В результате чего началась утечка кислорода Чтобы сохранить жизнь астронавтам, было принято решение об их возвращении на Землю 17 апреля модуль упал в Тихом океане А сейчас самое время узнать о ситуации на дорогах Вот наша карта уже открыта И обращаемся в свой взор на то, если что было бы, если бы мы ехали со стороны Марина Итак, конечно же, есть соблазн, чтобы быстрее добраться в центр города Поехать по улице Воровского И, с одной стороны, я бы вам сказал, что так делать не стоит Потому что здесь самая главная пробка города И можно было бы поехать через центральное, через кольцо улицы Куйбышева Но здесь у нас авария Поэтому даже такой способ как бы в объезд сократить У вас не вызовет никаких положительных результатов Дальше смотрим, что будет, если ехать с улицы Киевской И здесь нас ждет западня из пробки Объехать можно будет вот чуть ниже Эта улица у нас как называется? По Евпаторийскому шоссе Можно проехать будет и сократить немножко времени Что же касается наболевшей темы у нас с улицы Севастопольской Там, смотрите, если ехать в Симферополь, то нормально А вот, нет, наоборот, заезжать в Симферополь лучше не надо А вот выезжать через Севастопольскую можно Можно, конечно же, здесь поехать по улице 60 лет Октября Там сохранить, сократить дорогу у вас удастся Что же касается других городов Обращаю свой взор на Севастополь Там много небольших пробок в целом Тоже большинство из них в центре города И такая же ситуация у нас находится в Ялте Причем, что для меня является удивлением Больше всего пробок как раз-таки поближе к морю Особенно на улице Карла Маркса Вот такая вот у нас достаточно благоприятная и стабильная ситуация Пробки есть, стабильно, ну и слава богу Но зато я хочу сказать о том, что транспорт Крыма уже готовят к летнему сезону Так вот, например, город Атранса уже подготавливает Выпустил техников для того, чтобы они проверяли, работают ли кондиционеры Чтобы в них отправиться, например, в Ялту или в Алушту Вот наш корреспондент побывал в Алуште и сейчас подробно все расскажет За моей спиной западное побережье Алушты, называемое профессорским уголком Усадьбы, построенные здесь, сегодня стали музеями Погрузиться в атмосферу дореволюционной дачной жизни мы попробуем в нашем сюжете Сегодня зеленые насаждения вдоль моря — парки санаториев Но некогда итальянские сосны и кипарисы были садами вокруг имени В начале 20 века это побережье славилось своей нетронутой природой Сюда съезжались коротать летние часы представители русской интеллигенции Первая усадьба появилась здесь в 1896 году на склоне урочища Баар-де-Ре — весеннего ущелья Мы находимся с вами на веранде дачи Алексея Николаевича Бикетова Академика, архитектора, великолепного художника и педагога А самое главное — хозяина дома, где собиралась интеллигенция Дворянское гнездо сильно выделяется на фоне общей застройки Алушты Пентаграммы на окнах, сводчатые потолки — элементы мавританского стиля Бикетов, один из лучших архитекторов дореволюционной России, все продумал до мелочей Веранда в любое время года сохраняет густую прохладную тень, что очень важно для южного лета Но не только ажурными карнизами спасались от солнца 165 лет тому назад, когда Бикетовы поселились здесь, склон горы Орлины был совершенно пустынный Деревья были посажены его рукой Сегодня мы ими любуемся, и это прежде всего земляничник мелкоплотный Сегодня и земляничник, и кипарисы — такие же экспонаты музея, как и старинная обстановка дома Хозяин усадьбы был не только зодчим и художником, но и ценителем искусства В усадьбе хранится как коллекция работ самого Бикетова, так и полотна известных мастеров В данном случае это картина Генриха Ипполитовича Семирадского «Христос в доме Марии и Марфы» Надо сказать, что это авторская копия, а первый вариант находится в Петербурге, в Русском художественном музее На даче Бикетовых всегда царила творческая атмосфера Жена Алексея — Анна, представительница легендарной музыкальной династии Алчевских Сегодня в этих стенах, как и сто лет назад, собираются музыканты и слушатели Концертный рояль — ровесник усадьбы Недавно московские мастера отреставрировали и настроили инструмент Теперь он звучит и выглядит как прежде Это чертежный стол, за которым работал мастер А это подлинник чертежа, здание, которое здесь изображено, наверняка вы узнаете сами Главная архитектурная достопримечательность Симферополя Крымский академический русский драматический театр имени Горького Принадлежит руке Алексея Бикетова После музея Бикетова я приглашаю вас посетить единственный в мире музей Писателя Ивана Сергеевича Шмелева, одного из ярких представителей русского зарубежья 20-х годов Эта старинная усадьба-музей приютилась на небольшой полочке крутого сыпучего склона Под двухсотлетним атласским кедром Отсюда, как и век назад, открывается прекрасная панорама восточной части главной гряды Жизнь Шмелева тесно связана с Алуштой Именно здесь он прожил свои самые непростые годы Гражданская война, голод, разруха Здесь он потерял своего единственного сына Сергея В Крыму писатель стал свидетелем болезненной смены властного режима Герои его произведений списаны с обитателей соседней бикетовской дачи Роман эпопеи «Солнце мертвых» — это правда о тех событиях, когда Шмелев жил в Алуште И жители профессорского уголка стали реальными прототипами его произведения В отличие от Бикетова, оставшегося на родине, Шмелев эмигрировал в Берлин, а затем в Париж Несмотря на то, что Шмелев долгие годы жил в эмиграции, он навсегда сохранил память о том прекрасном виде из окна Он мечтал вернуться именно сюда, в Алушту, но, к сожалению, не сложилось, и он умер в эмиграции С пришествием красной власти жизнь профессорского уголка Алушты резко изменилась Как и сменилось его название, он стал рабочим уголком Размеренную жизнь творческой интеллигенции унесло вместе с ветром И только в старинных усадьбах как будто остановилось время Александр Ткачев, Олег Бойко, Утро нового дня Ну что ж, а после короткого эксурс-клэв-историю пора нам отправиться в новостейную студию Ведь там нас уже заждалась Гульнара Юдина Гуля, доброе утро Гульнара, здравствуй Доброе утро, ребята, Дима, Алиса, рады видеть вас И мы тебя рады видеть, Гульнара, вот смотри, мы знаем, что твой коллега Александр Бывает, когда идут новости, и вот пока у него свободная минутка Он, бывает, даже включает прямую трансляцию в Инстаграм Что ты иногда делаешь такого, что зритель не видит, пока смотрит сюжет? Ну, я, к сожалению, пока ничего такого не делала Хотя у меня была мысль выдавать прямую трансляцию в Интернет о том, что происходит в студии На самом деле, очень интересные ситуации бывают, когда мы с операторами Я тут не одна, как вы понимаете, да, у меня вот здесь на том фланге за кадром еще есть ребята И мы обсуждаем, например, какие-то сюжеты Бывает, смеетесь, когда что-то видите, да, такое? А? Ну, смеетесь, бывает, какие-то, вы знаете, эмоции, ну, есть время пообсуждать Типа, ой, ребята, вот у нас тут кинозал, смотрим, наблюдаем, радуемся жизни Совершенно верно Наверное, у нас здесь очень весело проходит выпуск, на самом деле Но когда серьезные темы, конечно, мы на всем не шутим Спасибо большое за ответ и за твою искренность Желаем поменьше плохих новостей Абсолютно точно И как можно больше позитива и классных новостей Спасибо, ребят Давай, хороших эфиров Ну что ж, а нам пора с вами прощаться, потому что наш эфир подошел к концу Но мы были очень рады встречать это утро с вами Не забывайте, что другого такого дня не будет И проведите его максимально с пользой Радуйте близких Редактор субтитров А.Семкин